Всех приветствую на прохождении земли викингов. Решил записать еще одну часть. Как раз я вот накопил у нас немножечко рун, и мы можем с вами прокачаться немножко. Сейчас мы к этому еще вернемся. Давайте посмотрим. Я переехал на новое место. Как вы видите, у меня здесь теперь стоят просто жилые дома. Поставил сюда мельницу, чтобы нам хлеб делали из-за того, чтобы ближе было к рынку. Но и то они как-то не успевают, не исправляются, не зная из-за чего. И перенес нашу ферму вот сюда. Тоже обменял все забором. Поставил пару складов. Тут тоже рыночек один. Поставил. И вот эти вот восклицательные знаки, это означает то, что здание заполнено. Ну то есть у нас всего по глаза. Так, чего вам не хватает? Не в дров или угля? Самое интересное, смотрите, вот. Уголь. Вот у нас уголь есть. 120, я не знаю, им либо лень подойти к складу и забрать уголь, либо я не знаю. Они просто сидят и мерзнут. Так же самое вот у меня вот. Не знаю, видно ли, не видно ли он. Получается, вот у нас делают дрова. И вот дрова делают для людей, чтобы у нас топилось в домах. Давайте скорость, наверное, поменьше сделаем. Почему они не хотят сходить вот на рынок? Вроде люди взрослые. Ну, могли бы мелко отправить. Правильно? Так, ладно, давайте, давайте смотреть. Сейчас мы тут срубим с вами деревья. И заходим. Что у нас здесь? Здесь мы можем с вами построить дракар, изучить. Да. Отлично. Вернуться и где-то в море, да, должно быть? Военная пристань. Военная пристань. Отлично. Давайте, наверное, строить военную пристань с вами вот здесь. Делаем приоритет. Рабочие. Что у нас тут на полях? Сколько человек? Четыре. Давайте шесть человек. Не знаю, с каждым годом у нас уменьшается количество людей. На полях. Так, давай сразу проведем дорогу. Примерно где-то вот так, наверное. Да, вот эти все сторожевые башни можете и не строить, если вы сами захотите поиграть в нее. Нету никакого смысла. Ну, то есть набегов тут как таковых нету. У нас открывается меню, и мы просто нажимаем там на кнопки атаковать, не атаковать, защищаться, либо нет. Ну, то есть нету анимации, как, к примеру, как вот человек идет на работу, и здесь налетает к нам не. Тут такого нету, так что. Поэтому чисто как декоративная у нас эта штука. Значительно укрепляет оборону. Вообще она не укрепляет, потому что наверху вообще никого нету, видите? Таким образом она укрепляет. Так, а давай пока месть у нас тут строится, мы посмотрим защита щиты. Повышать защиту поселения. Может мы тут щиты с вами расставим? Вот таким вот образом у нас повысится защита в нашем поселении. Так, отлично. Трофеи с флагом. Давайте тоже вот сюда поставим. Так, повышает защиту поселения. Ну, я думаю, эту штуку можно и куда-то сюда, мишени, да, выставить? Вот таким вот образом. То есть у нас тут они тренируются. Мишени, мишени. Вообще что-то утоплено. Это, наверное, из-за того, что у нас с вами снег. Хорошо, 2 штучки сюда. Так, щит у нас. Тоже, давай сюда. Расставим вот так, произвольно. Пусть будет. Все. Шикарно. Надеюсь, мы немножечко повысили с вами защиту нашего поселения. Сейчас немножечко подождем, пока мы все надо строиться. И попробуем сделать наш с вами первый налет. Так. Опять землетрясения, да? Блин, главное, чтобы ничего такого важного мне-то не разрушило. Хижина, хижина. Парухи же, ага, кузница. Ну, все, 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 прекращай. Кузницу мы сейчас с вами сделаем. Все, закончилось. Прошу, принести, принести нам, принести к жертвам животных. Все, здесь мы восстанавливаем это наши хижины. В принципе, не так сильно много мы и потеряли. Главное сейчас кузницу сделать. Где наша кузница? Где наша кузница была? Ага, вот иди. Приоритеты уже ставим. Так, к нам прибыл корабль. Посмотреть предложение. Давай посмотрим, зимняя одежда я забираю по-любому. Шерсть. А давай все заберем. Деньги вроде позволяет. У нас 800 там есть. Минус 600. Да, отлично. Все, ждем. Сейчас пока место строится. Назначим сюда рабочих. И плюс попробуем сплавать куда-то. Захватить пару человек, чтобы мы могли с вами строить вот эти вот здания. Дом трейлов. Дом трейлов, я так понимаю, те люди, которых мы с вами привезем сюда. Так. Скорость дракара повышается на 5%. Появляется возможность настраивать дракары. Давай сюда посмотрим. Пойдем, да? Так, тут двоечка. Появляется возможность настраивать дракары. Десяточка. Да, давай за десяточку. Ты кто? Открывается новая ячейка миссии. Да, давай. Так, скорость дракара повышается на 5%. Количество приглашаемых в набеги. Группу увеличится на 1. Да, и пользу от набега повышается. Хорошо. Скорость дракара повышается на 5%. Все, мы с вами потратили полностью все руны, да? Да. Так, а я могу тут что-то еще за единичку прокачать. Шахтеры работают на 5% быстрее. Да, давайте полностью потратим. В этой серии мы будем с вами делать чисто набеги. Только нужно, чтобы они начали строить это все по-быстрому. Так, деревья тоже убираем. Они, но тут не нужны. Желко тут декоративных деревьев нет. Что-то, чтобы я мог бы, к примеру, где-то, где-то вот тут это все сделать, посадить. Но тут, увы, такого нету. Так, что у нас здесь? Кузница вроде строится, да? Нет, не строится. А из-за чего? Наверное, из-за того, что у меня рабочих нет. Насколько я понял. 92 доски, 160 есть и 80, 210. Да, нам должно этого охватить. Ладно, чтоб людишка. А что у нас там по поводу жителей, воины? 20 воинов есть и 2 лучника. Ну, мало ли, если еще опять налет на нас будет, то сможем защититься. Хотя, в принципе, мы можем вроде бы там заплатить нашим налетчикам и потеряем вроде чисто в продуктах и баблосиках. Но это не точно. Вот, честно признаюсь, когда начал только играть в эту игру, я подумал, что реально маленькая карта. И где мне тут строится? А по очень большому счету, так сказать, я, в принципе, в принципе, и не знаю. У меня место запахло за домов. У меня много. Но здесь я могу еще спокойно себе, к примеру, строить дома. Да, тут не ровно крыло как-то это все стоит. Вот видите сами, да? От этой стороны оно сужается в эту сторону. Но так тут оно все и строится. Блин. Это меня смущает. Ну, вы сами видите, да, что вот так бы было бы ровно, если бы я провел бы. Ага. А давайте удалим. Давайте удалим. Давайте вот так сделаем. Посмотрим. Может, пойдем в эту сторону с вами. Строительстве домов. А точнее будем делать наши дракалы. Так, таверна, не исследование. А, таверна, на сколько стоит? Ага. Где ты? Таверна, 8 рун. Не, 8 рун у меня нету, к сожалению. Так что у нас здесь количество получаемых набегов. Ага. Отлично. Вот вроде было 30-ка, да? А куда потратил? Без понятия. Это как в ресторанах, заказываешь что-то, поднял от себе. Тебе вроде принесли, вроде и поел, а вроде и не поел. Так, узнал больше у кого-то там. Особенно, когда приносят такие маленькие порции, на вот такой огромной тарелке. И это такое, ммм, классно. Филе миньон, полторушка. 187 грамм. Так, давайте рабочие, немножечко побыстрее. Может, 8 штучек назначим. Я не могу понять, почему у меня здесь они не показываются. Ну, как здесь, к примеру, вот у меня есть, да? 6 человек и незанятых фермеров. Когда они начнут, они снизу, вот тут был, где написано «Незанятых фермеров», там они появятся. А здесь рабочие, ага, вот строительство пошло. Все шикарно. Сейчас нужно будет здесь с вами... Ммм, нет, не здесь, а где? Построить корабль, да? Вот, дракару, военный корабль. Давайте построим одну штуку. Пусть строится. Не, я так понимаю, он отсюда должен сюда будет приплыть. Мы должны будем с вами сделать набег на кого-то. Моя скорость поменьше сделаем, посмотрим, как они у нас тут работают. Не, ну, такими темпами, как вы это делаете, мы явно лет 5 будем это все с вами строить. Давай, ускоряйся немножечко. О, шикарно. Отлично. Отправить на миссию. Так, корабли на миссии. Изучение набег. Изучение. А что мы можем с вами? Отправляя корабли и воинов на миссии, изучение открытственности, вы можете разведать ранее неизвестные места и находить различные ресурсы. Ну, помните, ковырное море может принести шторм или кого похуже. А давай, наверное, мы с тобой. Команда 1, команда 1. Мы, наверное, попробуем сделать набег на кого-то, да? Что у нас тут по поводу корабля? Строительство идет. Да, потихонечку идет. Да, ты кто? Ткань. А есть ли у нас с вами ткань? Вот это вот меня интересует. Просто если нету, то придется нажать на паузу и достать где-то ткань нам с вами. Хотя тоже, вот смотри, они используют для строительства корабля чисто доски и ткань. Но ткань, я так понимаю, это на парус будет идти, правильно? Почему не... Спасибо, Феридо. Почему не использовать... Не знаю, металл там для гвоздей. Смолу дерева, чтобы это все... Не, пока не впускать. Чтобы корабль не гнил. Или какую они смолу там обрабатывали? Древесину. Давай заберем все. Заберем с вами усю полностью. Давай чуточку быстрее, пожалуйста. Хочу попробовать сделать набег. Надеюсь, у нас с вами людей для этого хватит. И как раз посмотрим, как это все происходит. Ну? Ну давай, 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 мой хороший. Давай, мой маленький. Во, еще чуть-чуть. Все, отлично. Корабль... Не понял. Где корабль? Все? Мы же... Мы же построили с вами корабль, правильно? Так, набег. Добавить корабль. Отойди. А это ты? Или нет? А что ты тут стоишь? Непонятно. Построить корабль. А-а-а... Это я еще... Ага, я его полностью не построил. То есть вторая фаза пошла, правильно понимаю? Только почему они его строят вот тут? Посреди... Посреди озера. Вот это мечет пока непонятно. Ну да, это должен быть наш военный корабль. Так, кто там? Посмотреть предложение. Предложение, приложение. Давай берем все. Шестьсот монеток вроде есть. Нам нужно этого... Ага, не хватит. Тогда плоды не будем брать. Рыбку тоже. Халявушек. Мняса. Кожа зимняя держа. Нам не нужно. Ага. Ага. На, и торговать. Сейчас отправимся в набеги и надеюсь мы с вами заработаем. Потому что бабло сиков вообще нету. Ну что ты там? Корабальчиница. 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 Так, дай-ка мне сюда, наверное, я назначу людей. Кузницу. Все. Изготовление. Да. Изготавливаем. Так, построить корабль. Дракар, военный корабль. И заготовить. Все. Отлично. Я не понял, где наш корабль. Почему он сюда к нам не проплывает. Может из-за того, что дороги нету. Может же быть такое. Правильно, что нету дороги. И он такой, типа, откуда плыть. Все. Во. Да. Да-да-да. Давайте делать набег. Кононах. Вы не назначали Кононова. Если вы не назначите Кононова, на его роль будут. Авто назначение. Что нужно? Нужно пиво. Нужна монетка. Да. Еда, еда, еда. Погадим. Погадим. Где наш склад? А наш склад вот тут находится. Пиво 0. Пиво на делается? Ну да, пиво у нас за по глаза. Мне нужно, чтобы они пиво перенесли на склад. Вот, и тут пиво 5. А там у меня сколько пива? Тут у нас 19. Из-за чего? Из-за того, что у меня места, да, тут нету, походу? Правильно, я понимаю. А давай-ка мы сюда назначим пивоварню, чтобы у нас быстрее это все дело пошло. Так, убить предателя. Все, до побочения. Я хочу понять, что не так. Дракар, автоназначение, есть. Так, обещать кому-то достаточно количеством провианта. Ммм, да. Как мне это сделать? Так, конунг. Конунг варварах. Это вот это, да, вот, дом конунга, да. А здесь не живет герой с нами. Он у нас в одной битве погиб и все, и новый не хочет заезжать. Как мне обеспечить им припасы? Как мне обеспечить им припасы? Блина. Все, ну, вроде войны есть, пива нет. Как мне это сделать? Так, выбрать, а, выбрать, идут. Все, все, Арчи, не этот. Нет, самое. Давай назначим, 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 назначим. Все, хватит? Лямо не хватит. Давай белое мясо. Рыба. Это что такое? Монетки 0. У нас 116 монеток. Так, количество серебра. Настоящее сокровище моряков. Выбрать еду. А что не так? Ну, вот, я выбрал вам еду. Либо вы чисто пиво хотите. Но одним пивом сыт не будешь, правильно? И здесь я же не могу назначить белое мясо. Хлеб. Планы. Во. Ага. Шикарно. Так мы выбрали с вами вместо конунга. Конуна-варвара. Какого-то воина. Выбрали еду. Хорошо. А теперь мне нужно... Мне нужно пиво подождать, пока мессияно. Соберется. Окей. Сорок надо. Тут пятерочка. Здесь у нас сколько? У нас по нулям. Ага. Готовит, да? Готовит. Но не быстро и неспешно это все происходит. А нужно посмотреть, сколько у меня запасов с вами. Вроде хватает. Давайте, наверное, еще с вами одну пивоварню поставим. Так, море-море, еда, изготовление пивоварня. Давайте, наверное, еще одну пивоварню сюда. Мы с вами поставим. Ага. Ага. Так вот. Дам. Давай приоритет. Пусть занимается пивом. Тоже потом назначим вот сюда на склад. Ага. 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 А мне сколько нужно было там? Никто не поймет. Набег. Хорошо. Ракар. От назначения. 40. 26-40. Блин, ну это надо будет подождать нам с вами. Надо будет реально подождать. 26-40. Хорошо. Просто я не помню, употребляет мне пиво наши с вами граждане, либо нет. Так, хорошо. Здесь 20. Здесь по нулям. А как оно вообще его считает? Просто склада у меня вроде же больше нету нигде. Так, давай здесь посмотрим. Нет, не могу так. Вроде бы не могу. Либо могу, могу, да? Так, ну здесь у нас ресурсы... Ну я думаю, пока место нам не нужен уголь. Ну вот так его запоглаза. Вот я не могу понять, как оно считает. Пиво. 26 написало. А у нас тут вроде только 20. 23. Что тут работа происходит? Да, происходит потихонечку. Потихонечку работа кипит. Давайте тогда дождемся. Сейчас они достроят быстро. Так, дом ткача. Я отдельно дом ткача сделал для одежды. Пивоварня, пивоварня. Вот наш пивоварня 4 есть, хорошо. До тебя же, по-моему, колодец будет доставать, либо нет? Оно... Нет, до тебя колодец не будет доставать. Тогда нужно будет сделать вот так с вами. Автоназначение. Кто-то тут прибыл. Посмотреть предложение. Пиво у тебя нету, нет. Пиво у тебя нету. Тогда не, спасибо. Можешь отправляться. Давай, мои припасы, пивоварня, пивоварня. Еще одна пивоварня сюда добавим. Пусть они работают. Я понимаю, ребят, что у вас нету домов, но вы сейчас достроите. Вот у вас место есть. Все будет хорошо. Так, давай смотреть. Пиво, 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 пиво. Угу. 28 и 40. Хорошо. Можно было, конечно, в этом мини посидеть, подождать. Но... Музыка, так, 28, отлично. Что у тебя тут? У тебя тоже тут всего хватает. Все. Потихонечку, помаленечку они начали готовить пиво. Можно было бы, конечно, еще одну пивоварню поставить, но я думаю, в принципе, мне не столь так же и важно. И главное, чтобы хватило для отправки. Так, 31. Ага, еще немножечко. Давай еще немножечко подождем. Еще девять кружек. Это, наверное, когда я пап открою, да? Тогда у меня, наверное, пиво будет уходить. Где наш пап? Вот наш пап. Ну, то есть, таверна. Наверное, тогда у нас будет пиво и уходить. И тогда повысится типа уровень счастья у наших жителей. Мне негде жить. Ну, строй домик, что могу сказать? Так. Не впускать мне. Пока мы впускать никого не будем. Нужно будет определиться конкретно вот с этими людьми. Наверное, когда я сделаю первый набег, тогда и будет доступно, да? Дом трейлов. Когда мы с собой их привезем. А может и нет. Сейчас нужно будет смотреть. Так, 35 есть. Отлично. Что у нас здесь? Один. А тут у нас по нолям. Все. Еще немножечко, еще маленечко. 36. Давай, ребята. Чуточку быстрее. 38. Во. Шикарно. Я думаю, можно, думаю, в принципе, подготавливаться. Так, набег. Давай еще раз драккар. От назначения. Все, да. Выбрать еду. Давайте. Таеб. Мое. Да, давайте сделаем вот так вот. Всего по чуть-чуть им дадим. Ну что, начинаем набег. Так. После успешного завершения набега вам придется разделить добычу с превошенными общинами. Ну, давай. Все. Ожидаю моряков. Пять дней до завершения. Ага. То есть оно автоматом, да, будет? Выполняться. И мы этого не увидим. Ладно. Давай добавим еще один. Отправить на миссию. Изучение. Давай посмотрим по поводу изучения. Можем ли мы отправить людей? Шестьдесят. Шестьдесят. Для изучения. Шесть дней. Девять дней. Девять дней. Окей. Ну, у меня, к сожалению. А, даже девяносто пиво. На девять дней. Девяносто пиво. А если мы изучение с тобой сделаем на три дня, то сколько мне нужно будет пивом? Тридцать, да? А у нас пятерочка только. Хорошо. Давай немножечко подождем. Пиво вроде быстро у нас делается. Опять же, я думаю, нету смысла, да, с вами ставить еще одну пивоварню. Может, за это время, пока месь приплывет наш корабль, у нас пиво наделается. А мы отправим его в свое путешествие. Хотя, смотри. Один корабль у нас вот идет. Четыре дня до возвращения. А он показывается, что у нас здесь есть. Хотя я делал всего два. Как эта система работает, это, честно, без понятия. Так, прочность, ожидаем моряков. Вроде у них все нормально, пока по здоровью, да? Ну, я смотрю, это-то уставшая немножко спать хочет. Так, что у нас там по поводу Ивчанского? Три всего. Малого стенька. Малого стенька. Акшен нужно. Пусть отправляется в знании. Будь лупточная серебра 25. Ну и выплатим серебро. Не будем никого и загонять. Так, ребятулечки, а можно мне чуточку быстрее делать пивчанское? Блин, а хотя это ж когда у нас с вами будет таверна, да? Нам же понадобится много пива. понадобится. И понадобится еще поле нам. Так, шесть человек нужно сюда назначить. Тогда, может, давайте, наверное, еще поставим одну пивоварню, пока мы все равно ждем, ничего не делаем, да? На изготовление пивоварни вот сюда мы ставим. Ну, давай, умничка. И сейчас они дерево срубят и сюда поле мы с вами одну. Так, как бы тебя. Отлично. Что-то мешает. А можно... Хотя, в принципе, так нормально, да? Нет, не надо. Нормально. А что, мешает? Че-че-че-че ты не хочешь? А, тебе деревца мешает. А вырубите, пожалуйста, дерево. Кому не сложно. Кому не сложно, вырубите дерево. Падла. Выруби дерево, пожалуйста. Я хочу поле здесь поставить еще одно. Вот, отлично. Как-то... Думаю, вот так вот можно, да? Алло, Ира. Пути. Пути меня, пожалуйста. Так, набеги. Начинается, да? Наши воины готовы атаковать в любой момент. Покажем им нашу силу. Во! Смотри. Вот такое вот окно. Набегов у нас тут, что нужно. Так, продолжайте наблюдать за городом с корабля. Наблюдая с берега, сохраняю бдительность. Здесь, да, начнется битва. Давай, да, начнется битва. Сейчас посмотрим. Отлично. Так. Использовать таран. Забрасывайся на стену. Забросить веревки. Забросить веревки. Напасть. Здесь из порта. Провал. Далее. Ага, это, наверное, из-за того, что у меня... Так. Покинуть битву с оставшимися высками и добычей, чтобы вернуться домой. Блин, ну давай попробуем. А у наших человек осталось, да? Давай вот сюда. Забраться по стенам. Налезать из-за того, что у нас просто... Воины слабоватые. Реально слабоватые воины. Успех 23 вас. Что нужно? Шанс врага на выживание. Угу. Продвигаться прямой линией войск. Ну, раз уже начали. Давай в атаку пошли. Так, успех. Мы ворвались. Поражение. Ага, поражение. Мы проиграли, да? Понял. А знаете, из-за чего проиграли? Из-за того, что... Вот здесь есть такие штуки, как... Где они? Можно обучать тяжелых воинов. То есть, у нас на данный момент с вами есть легкие воины. Вот легкие воины. А вот здесь тяжелый воин и воительница. То есть, можно прокачать их. И тогда точно, наверное, начнется у нас с вами успех. А сейчас, к сожалению, я так понимаю, мы проиграли, да? Что у нас по поводу пива? 27. Мне, по-моему, там 40. Нужно, да, было? 40 штучек. Отправить миссию. Изучение. По-моему, 40 штучек нужно было, если не ошибаюсь. А можно? Автоназначение 60. Ага, на 3 дня. А, 30. Ну, давай туда. Давай, сделаем вот так. Вот, и отправим на изучение. На 3 дня. Пусть изучает. Ожидает моряков. Военный корабль в плавании. Два дня до возвращения. Сейчас как раз подождем два дня и посмотрим. Так, нам стоит принять героев поселения. Минус 250. Да. Есть, отлично. Теперь у нас будет с вами герой. Вот он домик, он будет с нами жить. И мы сможем... Когда мы будем назначать на набег, и вот это вот канунг, повышает эффективность. Только нужно будет, наверное, прокачивать. Знаете, что с вами? Где эта штука? Сколько стоит? Два. Изучить восемь. А я не могу, да? Тяжелых войн. Нужно будет, наверное, тяжелых войн с вами изучать. Потому что с легкими смысла, я думаю, нету. Что у нас по поводу воинов 17, да? А, 1 из 17. Половина у нас в путешествии, я так понимаю. Да. Нужно будет тяжелых войн с вами прокачивать. Делать, наверное, больше домов. Блин, как же оно криво. Как же оно меня бесит. Сейчас, наверное, перфекционист просто в половой компьютер бьется. Но, ссоры, я ничего не могу делать. Вот такая тут постройка. Ровнее вообще никак нельзя сделать. Не, хотя может и можно, но у меня не получается. Так. Сколько там осталось за дней? Один день до возвращения. Сейчас подождем, посмотрим. Может, они нам кого-то что-то привезут. Узнали больше вам дан бар. О чем-то мы там с вами узнали. Жарю. Может, получится все-таки в этой серии построить домик для... ...трейлов. Либо не получится. Так. Ладно. Война. Ну, если я сейчас сюда нажму, то у меня потратится, получается, пять штучек их. Все. Вроде рассвет. Вроде... Ага. Наши воины вернулись в свое поселение. После этого путешествия вернули с золотом. Хорошая новость. Вы получили крайне много славы. Жители будут довольны. Ага. Ага. То есть мы с вами никого не привезли, да? Это печалька. Блину и ладушки. Что я могу сделать? Ну, помните, у меня один был. Это не то, это не то. Вот все. Да, 1,17. Ага. То есть все? Два дня до возвращения. Ну, и думаю, нам тоже еще интересно мне скажут. Да. Нужно, наверное, все-таки копить ману. То есть ману. Ммм. Эти руны, с помощью которых прокачиваются тут на восьмерочку. Скорость подготовки воина. На количество получаемых набег увеличится. Я хочу вот этих вот себе. Так, восьмерочка. А здесь у нас кто? Можно обучать сильнейших воинов-берсерков. Вот. Нам нужны вот эти воины-берсерки. То есть 8, плюс тут двоечка 10. И туда, наверное, 8. И тут можно обучать маучих-воительниц. Во. Будем воительницы-берсерков и изучать с вами. То есть нужно будет опять около 30-точки, наверное, насобирать. Рон. Потом начать подготовку. Вот эти вот воительницы-берсерки. Наверное, сначала с берсерков начнем, да? Попробуем отправить опять их в плавание. Может, реально получится. А может и нет. Не знаю. Посмотрим. Так что, ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом. Так, мы получили вести от наших разведчиков. Вражеские корабли прибудут через два дня. Они на полной скорости приближаются к нашему посильнику. Готовы к нападению. Мы должны подготовиться. Ну, увы, мы не сможем. У нас нет кем и чем защищаться. А обычных воинов я не хочу готовить. Хотелось бы берсерков себе. Ну, ладно. Об этом, как говорится, уже в следующей серии. Так что все. Еще раз всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok